В 2007 году, работая тремя группами, мы основывались в Кильце, начинали как раз Любовь Викторовна там работать. В деревне Кимже работала Юлия Юрьевна Малиничева и в Погорельце работала Светлана Борисовна. Первое, конечно, что бросается в глаза, это обетные кресты и попытка понять, с чем же мы именеем дело, что это за пеномен. Это обетный крест в деревне Кильце, который располагается на достаточно открытом месте. И мы пытались понять, что представляет собой крест, кроме того, что это объект заботы всех сельчан. Все, которые там живут бесконечно и кто уже не живет, справляются о том, стоит ли крест и как он там поживает. Параллельно мы выяснили, что есть пеленные подношения. Любовь Викторовна написала статью, которая пропелена как женскую религиозную практику. И если крестами их установкой занимаются мужчины, то пелена это, конечно, в основном женское занятие, забота о пеленных, их обновлении и все, что связано с молениями, с обетами, с крестами. Тогда мы собрали достаточно много материала по поводу крестов. И по поводу обетных крестов мы разговаривали с людьми, чтобы понять, что подвигает людей поставить крест и заботиться о нем. Какие религиозные переживания с этим связаны. И очень интересное подтверждение вот этому внутреннему религиозному чувству, не нуждающемуся в посредниках, в тех, кто будет проводником в мир религии. А то, что каждый человек отвечает за свои отношения с Богом, были слова покойного отца Алексея про то, что любые формы богопочитания хороши, слава Богу, что они есть. И отличная запись, по-моему, Азерской, да, от Кривополеновой. Азаровской. Азаровской, Азаровской, от Кривополеновой, которая после усердной молитвы Кривополенова рассказала немного фривольную сказку. И Азаровской пишет, что это сочетание фривольной сказки после усердной молитвы могло бы ошарашить любого горожанина. Но для людей, знакомых с северной традицией, понятно, что здешние люди, которые проживают свою жизнь среди староверов, и сами являясь староверными беспоповцами, не путают слабости священников, человеческие слабости священников и религиозные чувства. И вот, собственно, кресты как памятники тому самому религиозному чувству, его ответственности и его силе мы и пытались изучить. Соответственно, это обетный крест Джорди, который около Петровой. И это замечательная история про то, как его хранили 70 лет на повете деревенского дома. И смешной анекдот про то, как его прятали среди сена на повете. И загулявший свадебщик как-то проснулся и увидел рядом с собой лик окровавленный. И в ужасе проснулся от того, господи, да когда же он успел погубить человека, вообще, что было накануне. Не заметил, что это фигура с креста. Соответственно, обетный крест Деленный Кинджи. Мы видели, собственно, то, как люди к нему приходят, отправлялись в дальние путешествия, как вот уж, наверное, действительно предмет заботы, прям всей окрестности. А это маленький крестик, который был найден, он лежал в алтарной части, еще не разобранный Кинджинской церкви. И это тоже, да, такой же крест самобильный. Наверное, можно, знаешь, могить. Собственно, могильные кресты и история про захоронения, конечно, на межах тоже была предметом нашего исследования. На межах, да, прекрасные взвозы. Да, история про взаимоотношения с лошадками, да, и лошадки как детские игрушки, лошадки как любимые, собственно, любимые, это нельзя сказать животные, любимые существа мужчин. Есть фотографии следующие, например, да, дирекционные или вот самые там 20-30-е годы, про то, как мужчинам тяжело было жить без лошади в советское время, про то, как Василий Алексеевич Кузнецов рассказывал про то, как он выходил под совершенно захудалого жеребенка, и потом его надо было сдать в колхоз, в конюшню, а потом уже, по-моему, он его забирал с мяса переработали, куда-то его угоняли, и он каждый раз рисковал собой, вытаскивая этого коня, рискуя собой, да, то есть рискуя своей репутацией, своей карьерой, всем чем угодно ради этого любимого существа. И, ну, собственно, да, вот эта картинка, каждый раз поражает воображение, да, то есть настоящие лошади, пасущиеся. Ну, такого нет, да, от Петербурга до, собственно, Мизиня, картин свободно пасущихся табунов, да, они лошадей не увидят. Вот, и то, что даже где-то фотографии, там, 80-летнего мальчика, который свободно уже сидит на лошади, без седла, да, разъезжая по центральной улице Тарогорского, да, конечно, тоже не представить, можно только в казачьих станицах. Да, ну, нас интересуют игры, да, и нам показывают, как играют в Кытье. В Кытье. В Кытье? Конечно. В Кытье. В Кытье или в Кытье. Это были по-разному произносить. У нас есть список претензий ко всем публикациям от местных жителей, которые говорят, как написано это слово. Это как вообще можно... Ну, мы фонетически пытаемся, да, обозначить, звучало как Кытье. Да, ну, и понятно, что мы участвуем, в смысле, снимаем практически все праздники в деревне, во всех деревнях. Это хронология и хронология людей, да, мы и дети, и взрослые с интересом смотрят наши фотографии, эту историю. И вот, например, не знаю, следующий может быть фотография тоже жерди, да, это абсолютно драгоценная, например, лично для меня фотография, потому что я попробую показать мой первый подарок от Мезьянского района, от Мезьянской экспедиции. Это знакомство с Василием Алексеевичем и с Колесвиной Ивановной Кузнецовыми. И так они праздновали, да, свою золотую свадьбу на празднике Петровых день жерди. И Василий Алексеевич устроил абсолютный хэппининг. Он протащил на сцену бутылку шампанского. Никто не подозревал, даже его жена. И дальше угощал всех юбиляров шампанским. Праздник превращался в настоящий праздник, да, не в сцену, а заранее приготовленную, а в то, что радовало людей непосредственно там. К сожалению, это было последнее, по-моему, интервью с Василием Алексеевичем. Но это был абсолютно радостный человек. То есть никакие болезни, никакие беды, да, не останавливали в фонтанах праздника, которые из него истают. И, может быть, тогда я покажу винограде, да, это проходит день. Ну, да, это тоже специальная наша история, которая осталась золотыми буквами, вписанными в историю. Да, тогда мы подъехали и открывали бочку. Что это? Это камбал. А, вы уже знаете, что про кислую камбалу говорили. А это не кислая камбалу, ну, говорит хозяин, говорит, ну, если бы это была кислая камбалу, все мухи бы района уже были здесь. Он скрывает бочку, и говорит, сейчас будут. И дальше вся деревня покрывается этим запахом. Все радостно готовят нам эту камбалу. И только мы с Брайаном Орнером мужественно едим этот порошок. А для Элизабет Орнер, которая профессор до Ромского университета, которая ездила с нами несколько лет в экспедицию, когда что-нибудь в своей жизни приключается трудное, ну, это не кислая камбалу. Мы понимаем, что это элемент этой диеты, что это абсолютно необходимая вещь, и с этим антропологу тоже мужественно справлюсь. По-моему, даже у нас где-то... Витамсов, извините, есть понятие «жареная селедка». Да, все мы опять же знакомились с этим «жареной селедкой», но морвежцы также едят с кишу рыбу. Я хотела... А, да. Красно-зеленое Как в этом морж отреда Что дубовы, что лы, что ядовина Гратио Красно-зеленое Ивановна заметила, что я ее записываю, но они спели потом вдвоем целиком в винограде, фантастическое по красоте. Такое можно записать было сто лет назад и гордиться этим. Но история состояла даже не в красоте самого виноградия его исполнения, а в том, что она в виноградии, которое было припеванием молодых. Она вспомнила, что именно этим виноградиям старшие женщины вдохновили Василия Алексеевича сделать предложение Колесвине Ивановне. То есть, собственно, то, что в виноградии должно было делать, припевать молодых друг другу. Старшие женщины в 50-х годах на Синокосе, на Хрёстной проделали в отношении их, и они поженились по приезде в деревню. Но когда они исполняли эту песню, это удивительное произведение, Колесвине Ивановна нагляделась и вставила в виноградье имя своей дочери Ольги Васильевны и ее мужа Оброскова. И в этом была такая забота, они не исполняли этого на свадьбе. Но это было и благословение, и радость за дочь, и вообще, что все у нее устроило из жизни. Это было так красиво. И в прошлом году мы были на конференции в Венгрии, и я делала доклад про то, как меняется реальность при помощи слов. Как словами можно улучшить мир, как это делают пожилые женщины, какими красивыми словами. Они это делают, и оказалось, что это было поминовение Колесвине Ивановне. Я делала доклад на девятый день ее смерти. Ну и у нас еще есть несколько топовых историй, наверное. Там выделяется Мишкова, 26-й, 27-й, 25-й. 25-й это сказка про посекомнушку, которая, если грубо говорить, взрывает сознание всем первокурсникам. Они сначала изучают, что такое фольклор и что такое сказки, и что сказки должны заканчиваться хорошо, и что все должно происходить понятно, куда-то пошел, что-то нашел, вернулся, свадьба. Что происходит с Марьюшкой и посекомнушкой, совершенно непонятно. Она ушла в лес и заблудилась, и дальше три раза она переговаривается с родственниками. Ну, можно включить, если кто-то не слышал Марьюшки-косекомнушки. Это драгоценность вашего. А есть кто-то не знает. Нет? Хорошо, тогда записано, да, собственно, вот Любовью Викторовну, опять же, в кельце. Марьюшка, какой-то конец, а папашка, кто там, папашка, по моему помню? Что такое? Марьюшка, ты помню, что в моих своих облигах. Вот моя родительница, и в нас я хочу, что ты мариушка, ты помню, что, ты помню, что помню, что помню. Сама, где-то не понятно, но непонятно, что помню. Она такая вещь и ничего, но а котой, и ты, а маленькая, ни что, и ты. А, мама, если ты... Хм, ну что, уменьши, потому что в моих своих облигаху ты в них, а ты собрала и делаяся не думать, а мы в моих учетах. Что такое, приходит все? Да, а я вас же расскажите? Сейчас я, конечно, уже с вето, подпись, делаяся не думать, а ты собрала и пожелала, не думать, а мы, если тебе нужно идти? А ты брат пришел. Брат пришел Мариюшка, пришел Комнишка. Ты понял, что еще домой. Варенка на толк, на голеничах на аренке. Чеба вода на две-тай. Прицел на окошечки. Бросил все у меня. Черноха, черноха привезла. Человек и плавала береженки. Брат вот пошел, до береженки шутил. Ну, Мариюшка, то есть, а Комнишка, он за сказку туда. Сказка там, Мариюшка. Что это за сказка? Мы слышали, вот, баенка натоплена, веников напарина, как слова, которые надо произносить, приходим в баню, например, кто-то. Кто-то рассказывает это, как колыбельное оно звучит там. Ну, на самом деле, это, конечно, совершенно настоящая сказка. Но сказка, которая разрушает все представления о сказке фриклористов. И с волшебным звучанием, которое западает в мозг, и поверьте, оно не уйдет. Мариюшка-посекомнушка теперь навсегда у вас останется. И даже если надо произнести, она будет звучать именно так, как сказала Тайсия Егоровна. Ну, тут Мариюшка-посекомнушка. Она звучит так. И, конечно, еще одна топовая история. Следующая. Это запись от Евдокии Мишуковой и Светланы Кашуниной. Целиком сидела Катюшица в светлой горенке одна. Для первокурсниц нет ничего волшебнее, чем эта песня. Мы ее сейчас не будем представить. Она... Ну, кто запевала-то вот до сюда? Я думаю, что все. Катюшенька в светлой горенке одна. Шила-вышила вода, тонкий белый рукава. Шила-вышила вода, тонкий белый рукава. Зватался на Катеньке, Саратова купец. Сватался на катеньке Саратово купе Сказывал-рассказывал Про его вопрос своё Сказывал-рассказывал Долгая песня Долгая песня, да, но... Целый вечер можно петь Первокурсников, да, и вообще людей, которые первый раз слышат эту песню, которые бы не попросили, дайте запись, дайте запись, мы будем слушать её И, конечно, это вдохновляющая история про то, что неимение определяет счастье Не купцы, не губернаторы, а музыканты Скажет казах вудок Да, завсегда ей весело, а пьяная и не пьяная завсегда ей весело Это даёт девушкам надежду, конечно, что выбор может быть по любви И так мы, поскольку у нас история так устроена, что кроме того, что мы записываем интервью с людьми, биографии их жизни, и как фольклор, собственно, встроен в их жизнь Как он... Как песня — это способ сказать о себе, пропеть свои печали и свои надежды, да, как, собственно, в винограде — это способ изменить реальность Как причитание — это способ выривить горе в крайне критической ситуации, да, найти слова А это, наверное, самое важное, когда, в общем, ничего не остаётся, да, в горе Кроме того, что мы расшифровываем, да, вот эти вот интервью и сохраняем, собственно, фольклор Наши коллеги, младшие коллеги, мы сами пишем статьи и отчёты по результатам экспедиции И, собственно, часть представлена, да, в этих вот двух книжках — коммуникативные комменции, социальные сценарии И речевая и обрядовая культура русского севера И у нас огромный архив, собственно, ещё неопубликованных отчётов по двум районам То есть приблизительно как пополняется наша, ну, поездка на архив, отъёмный архив Санкт-Петербургского университета Это более двух тысяч фотографий каждый год, на самом деле сейчас становится гораздо больше Сотни часов видеозаписи — это ещё 2009-й, когда у нас не было в каждой группе видео Это, ну, приблизительно 500 часов, действительно, аудиозаписи и потом это расшифровки текстовой И мы уже не раз сталкивались с тем, что внуки, дети, да, тех людей, которые уходят, которых мы записываем, да, потому что это пожилые люди Обращаются к нам, зная, что мы приезжали, а мы оставляем всегда свои координаты за интервью своих родственников В таком случае помните всегда, что у нас эта база имеется, да, и мы всегда можем такую информацию предоставить Ну, и, наверное, дальше — это сборник русских военных песен, которые мы нашли в Русском хрилическом музее И разобрали тоже совершенно уникальный рукописный песенник Дальше, наверное, да, и там была пьеса о царе Максимилиане абсолютно тоже памятник Удивительный пьесы, которую разыгрывали солдаты, а потом они привозили это в деревню Есть такая игра про царя Максимилиана и царя Ирода Невеселая история, прямо скажем Все умерли, но почему-то очень любили это представлять Это предмет моего личного интереса Я занимаюсь северно-русским вязанием И первый раз это было интервью с Сидоровой Не помню имя-отчество В Селище Жизнь, которая нам рассказывала все про календарь, фольклор Ну, почему-то она все время поглядывала на корзинку Мы ее явно отвлекли И потом я уже как-то сообразила, говорю, мы вас отвлекли, извините, пожалуйста, а что вы там делали? И она показала, что она вяжет рукавицы И дальше была, конечно, чудесная история Вот эта вот рукавичка, нет, не эта Вот та, которая Она связана из мулине Летняя праздничная рукавичка ее мамы Та, которую она хранит больше, скажем, лет Потому что маме она тоже досталась в наследство И она по ней вяжет свои варежки И получается, что таким можно проследить следы Траектории женской миграции Как из одной деревни они со своими варежками Перевозят узоры в другие деревни Набирают там репертуар узоров И это фантастическая красота Вот если представить все узоры, которые бытуют на территории этих двух районов Это хватит, ну не знаю, для нашей национальной идеи Для оформления всего, всего дизайна нашей страны Без всяких, ну то что называется, фейковых, придуманных, нечестных историй Женщины Низенского и Лишпонского района Навязали красоты на всю нашу страну с лихвой Ну и дальше, конечно, про то, сколько они вязали Как они обязывали внуков, детей В каком-то промышленном масштабе Двести варежек в сезон Как можно утеплить родню Насколько лет вперед Не говоря уж о красоте Это не мужская история Женщинский народный фор И, собственно, те наследники вот этих вот прекрасных перцов Низей деда Мартына По которому мы сняли, мы сфотографировали его целиком И у нас на сайте www.folk.ru есть такая гляделка, ходилка по северно-русской избе В которой снять панораму, можно двигаться и дальше, например, навести на дверь И будет рассказ, что значит дверь и порог в северно-русской избе Все, что связано с фольклоном, представлениями, обрядами, заговорами, лечениями По поводу двери, по поводу окон, по поводу печки Вот такая вот у нас интерактивная история Это какой год? Это 2009 Они сделали вот такой черный Они ведь еще и нитки сами красили Вот сейчас продается в магазинах очень много Я в бабушке видел, когда маленький был целый ящик красителей И такие красные, яркие Да, вот про красоту и яркость Про то, что это не цыганщина и не китайщина А это умение так сочетать многообразие цветов Да, если рассмотреть каждый костюм, то это сочетание 7-8 цветов в одном костюме Так же, как 7-8 цветов в каждой варежке Разнообразные обряды с ряженьями, с переодеваниями Охотники, которые вваливаются в дом Ну, женщины, переодеваются охотниками Устраивают, конечно, совершенно классические истории А это везут свекровь на второй день свадьбы в Лешаконском районе И смазанную сажей в баню мыть Эти фотографии дали нам возможность увидеть техники тела Как сидят деревенские женщины Видно, что сидят с прямыми вытянутыми ногами Так они моют детей в бане, пеленают Ну, то есть семейные альбомы хранят огромное количество этнографических женщин Да, ну, похоронные фотографии, конечно, тоже Это возможность установить и степень родства, и как раздаются наследства И как эти самые варежки оказываются напоминены под органами Обратите внимание на свои семейные альбомы с точки зрения альбома Смотрите, на этом можно закончить Ну, представляете, где-то 50-60-е годы И женщина в помойнике, молодая женщина в помойнике И это очень красиво И это не выступление хора Это, ну, просто так одета Все об этом